Иисус Царь! Аминь! В воскресенье. Я тут после служения гулял, пришел домой, и вот прям, как выключатель бывает, дверь закрываю, и прям я чувствую, что ну все, прям немощь меня прям срубает. Я разулся, снял куртку, подошел к дивану, бросил куртку и просто упал. Все, сил больше не было. И лежу, и как бы думаю, мне так не годится, надо молиться начинать. Ну и вот этот анализ пошел в голове. Как молиться, что молиться, на что встаем? Ну и как бы это, начинаю себе вопросы задавать. 1 Петра 2.24, ну никто не отменял, да? Это ну как бы фундаментальное, да, стики Исаия. И вот я для себя размышляю, думаю, а что они для меня значат? Ну что это такое для меня? Это ну я сейчас, да, противостану, в очередной раз против вот этой немощи. Она уйдет, а в следующий раз. Опять буду вставать на этот стих, ну брать его и сражаться этим стихом. Ну может уже пора как бы определиться. Ходишь, провозглашаешь, что ты ходишь в божественном здоровье, а на основании чего ты это ходишь? Ну ходишь и провозглашаешь. Что вот для тебя эти стихи значат? Ну я начинаю размышлять, я понимаю, что ну в моей жизни, ну вот лично для меня, да, вот эти стихи, это фундамент, на котором я стою. Но в то же время это и оружие, с которым я иду и противостою дьяволу, ну в других жизнях. Думаю, аллилуйя. А я собирался в магазин, но когда пришел прям, ну все, немощь, какой магазин? Я себя ловлю на мысли, я иду уже за кольцом, и иду вот эти вот рассуждения, как бы, ну, у меня в голове. Я как бы в основном молиться-то и не молился. Просто как бы вот встал на эти стихи и шел, и размышлял. Аллилуйя, немощь ушла. Среда. У меня прям на работе там два таких травмоопасных случая были, что, ну, в четверг я прям просыпаюсь, и я понимаю, что я не встану с кровати. Я не встану с кровати. И мозг вот он насколько, ну, прям заряженный, оказывается, ну, вот этим вот всем, ну, не только со знаком плюс, но и со знаком минус. Он мне сразу в память положил, как у меня папа сорванный спиной, поднимался с кровати там, ну, этими этапами. Что меня сейчас ждет? Я хоп-стоп. Ну, и сам начинаю размышлять, что я вчера либо ушибся, либо спину сорвал. А потом думаю, а какая разница вообще, что я сделал? Ну, либо эта спина сорванная, либо ушиблена. Какая разница? Мне нужен результат, чтобы у меня не было боли. Начинаю провозглашать, начинаю молиться. Встал, а она прям, ну, вот немощь. Ну, она прям больно. Кошленешь, она же прям отдает спину. Думаю, блин, на работу позвонить, чтобы, ну, что не выйдут, мне так не годится. Вспоминаю вот эту девочку, не помню, с какого урока, вот, Кария, да, как-то там про нее рассказывал, что в кресле инвалидно мне ходит, а говорит, я исцелена, я хожу. Вот я так же, немощь полнейшая. А идешь и говоришь, дьявол, ты не обманешь меня. Ну, не обманешь, ну, не обманешь. Вот я не стою, ну, эту боль отрицаю. Я вот встал на стик, что ранами Иисуса я исцелен. И все. Два дня. Ну, прям мне пришлось побороться. Ну, аллилуйя. Аллилуйя. Я не знаю, что это было, но этого нет. Иисус Сай. И тут тоже, как бы, на неделе звонок от одной знакомой. Она говорит, ты вот постоянно за нас молишься. Ну, и я, говорит, все время тебе звоню, когда уже прям, ну, все, я понимаю, таблетки не помогают. Мы тут уже, у нас полный дом, сопель пузырей. Надо Жене звонить. Ты, говорит, ну, как за нас помолишься, ну, нам легче становится. А тут, говорит, я просто весь день на улице была, прям бегала, бегала. Домой пришла, говорит, чувствую, что, ну, симптомы подступают. Мне, говорит, болеть завтра нельзя. Завтра у сына день рождения. Ну, там 6 лет ребенку. Я говорю, ну, все, не вопрос, давай молимся. А как бы, ну, это очень хорошая моя знакомая, как бы, ну, давно с ней, как бы, знакомы. И вот я, ну, постоянно как бы сеешь, 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 сеешь. Ну, человек далеко. Во-вторых, он как бы знает тебя, да. Ну, вот, прям, ну, полностью всего, безо всякой шелухи, но знает тебя. Как ты жил, что ты, как ты, ну, какой образ жизни вел. И как бы с таким людям, когда начинаешь говорить, они как бы, ну, с осторожностью ко всему относятся. Говорят, я все время молился, чтобы, ну, Господь, ну, пошли ты уже туда человека, который вот, ну, будет эту же самую истину только, ну, как бы, рядом нести. Ну, а Господь прям ложил, что, ну, а ты-то для чего? Ты для чего? Да, ну, написано же, спасешься ты, спасется дом твой. Да, ну, что ты считаешь домом? Ну, туда и сей. И как бы я сел, сел, а тут мы с ней разговариваем, она прям матершинница, ну, прям реально. Ну, не то, чтобы она, ну, как, кроет все подряд, ну, она прям, ну, ну, мат – это неотъемлемая часть ее, ее, как бы, ну, разговорной речи. А тут с ней разговариваем, я прям, опа, ну, я не слышу ни одного мата. И она такая, ты заметил? Я говорю, вот сейчас прям только что проанализировал. Она говорит, я поняла значимость слова, я поняла, что я, ну, какую силу оно имеет, я поняла, что я вот этими матами сею, я теперь вообще себя ограничиваю. Думаю, аллилуйя, Иисус, ты царь. Ну, как там сеетель сеет, да, и не видит, как там это семя возрастает. Ну, в очередной, ну, приходит время, и он снимает плоды. Аллилуйя, аминь. И еще, как бы, есть одно свидетельство. Это процесс, но я тут подвязался за одного тоже ребенка молиться, и, как бы, молюсь на протяжении уже двух недель. И прям, ну, мамочка свидетельствует, что, ну, начались вот реальные проявления. Говорит, я прям вижу, как ребенок, ну, он исцеляется, он начинает делать то, что он не делал. Ну, я верю, что, ну, там победа будет однозначно. Аминь. Аминь. Здравствуйте, церковь. Хотел засвидетельствовать. Вот я долгое время, как бы, хожу уже, второй год, молюсь на улице за людей. По-разному бывает, когда много народу, когда мало, когда бывает 15-20 человек помолишься, по-разному-то. Я вот все это думал, отец, вот, я за них молюсь, говорю, там, допустим, проверяйте себя, все такое, да, а дальше-то я не знаю, что с ними происходит. Ну, вот, на этой неделе я также подходил молиться, и мне просто поворачиваются. Мне говорят, здравствуйте, мы знаем вас. Нам стало хорошо прошлый раз, помолитесь еще. Я думаю, вот, здорово. Вот, и тоже шел, за женщину помолился, она говорит, вы знаете, вы, наверное, это вы были, кто-то, может, другой. У меня подруга, говорит, ко мне пришла, и говорит, у меня мужчина на улице помолился, мне так хорошо стало. И у меня, говорит, у меня мужчина помолился на улице, мне тоже хорошо. То есть уже так вот это между людьми пошла такая уже идет потихоньку молва, что люди молятся на улице, людям хорошо становится, то есть здоровье даже улучшается. Ну, вот так вот. И тут тоже так как-то, пятницу тоже так вот ходил, молился просто на языках. Ну, как бы, не было больных, молишься, 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 и просто стою, и что вы ничего, отовсюду просто идут. На остановке появляются, с автобусов уходят, через дорогу переходят, из магазина, из аптеки, отовсюду, короче. Ты просто стоишь, а они тебя начинают окружать. Вот, как-то вот так вот. Я не знаю, как это вот просто. Вот получается, что я заметил тоже вот так вот. Молюсь не на языках, молюсь, 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 молюсь. Ну, 20, 30, 40 минут, раз, начинается. И вот так вот пошло. Вот. Ну вот, что еще? Вроде все. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо еще свидетельство? Ага. Привет, дорогая. Здравствуйте. Ну, начало нового месяца, то есть конец прошлого месяца, как вы помните, я все время ухожу свидетельствую о верности Божьей. В моем, как сказать, росте финансовом мышлении, обновлении. Вот, и начну я, хотела, вот Женя начала рассказывать, да, я думаю, тоже посвидетельствую. Вот буквально вчера и позавчера эти два дня немощь определенная, которая раньше постоянно была в моем теле, она пыталась опять меня сбить с ног. Вот в прямом смысле. Это суставная болезнь. И она причем вот с такой силой в сустав прям раз, и я начинаю аж наступить, не могу хромать. Ну, настолько, вы знаете, вот все-таки наше учение, мы уже сколько лет находимся в этом. То есть мозг, он сразу срабатывает на это. Я просто говорю, ну-ка, пошла вон во имя Иисуса. Ты еще, ну, еще не хватало, ты тут мне… Естественно. Естественно, вот хожу, не хромаю. Буквально позавчера и вчера, вот в эти два дня, она несколько раз пыталась, вот, как бы, ну, вот это самое, как бы меня подкосить. Но я все разы говорю, да еще прям, ага, ну, тут нашла ты чего тут со мной, ага. В общем, мы с этим справились. То есть, ну, важно вообще обновлять наш разум все время, постоянно и во всех сферах нашей жизни. То есть, если здесь уже где-то мозг привык, то вот в финансовом плане я расту. Вот этот месяц, октябрь, был очень сложный. Он уже прошел, поэтому я могу сказать. Аминь. Несмотря на свою сложность, он был благословенный. То есть, для меня, моего человеческого разума, ну, по видимым всяким причинам, ну, можно сказать, я полмесяца практически не работала. Вот, ну, отдыхала. Вот папа мне просто устроил отпуск. Я же не поехала в отпуск, но так, чтобы немножко отдохнула. И, конечно же, вот эти человеческие тревоги, они были все время. Ой, как же я тут все буду платить, и как же я тут все это буду закрывать. Вот, но я не знаю, как он это делает. Я просто не знаю, как он это делает. Я всегда восхищаюсь. Говорю, папа, как ты это делаешь? Я, ну, он дал мудрости мне поступить некоторым образом, и у меня все было закрыто до конца месяца. Мы все закрыли, слава тебе, Господи. И вы знаете, ну, мне так кажется, что, ну, я не очень хорошо еще пока обновляюсь в этом вопросе, ну, как бы я расту, да, но папа, видимо, смотрит на это по-другому, потому что он меня перевел на следующий уровень, я так считаю, во имя Иисуса, потому что мне еще раз подняли аренду. Вот, еще намного подняли ее и сказали, что будет еще больше поднимать, но, ну, скорее всего, да, но собственник лояльно поступает, да, то есть вместо того, чтобы он сразу на 20 тысяч мне поднять аренду, он решил, ну, потихоньку мне ее поднимать. Вот, то есть он меня поднял и сказал, что это вот, ну, будет целый год вот такая цена, вот, а следующий год еще больше, ну, то есть как бы рассчитываете. Конечно, первое – это паника. Что делать, как жить, это кабальные условия, просто это ненормально. Ну, вот это все. Я первый день, сначала у меня просто был стресс, просто был стресс. Это на физическом уровне, я прям все испытала. Но на второй день я такая размышляю с Духом Святым, и мне просто он говорит, слушай, это твой новый уровень веры. Ну, уже хватит за это верить. Неужели ты считаешь, что, ну, Бог тебя будет, хочет еще больше благословить, еще, ну, еще больше поднять тебя, ну, в финансовом плане? Я говорю, ой, я так с этой стороны почему-то не думала. Не подумала сразу с этой стороны. Если это так происходит, значит, Бог хочет меня еще сильнее поднять. Я не знаю, как это будет, но он 100% поднимает. Это новый уровень, новая ступень моей веры за финансы. Ну, растем, Господь учит, и мне даже интересно, а что будет дальше? Вы же такое, знаете, как этот, какой-то сериал такой, очень увлекательный. Так, а что же будет дальше? Какая серия будет следующая? Вот, поэтому Бог благ, Он верный, и всегда остается верным своему слову. Аминь. Аминь. Слава Господу. А еще свидетельства? Хорошо. Мне хочется посвидетельствовать о том, какое видео выложил Дима из Шушенского. Его почти все знают. Наш друг. И почему важно это? Потому что вот он такой человек, который взялся и неотступно делает, не видя результаты. И он, конечно, иногда мы в разговоре, он говорит, ну, пока результатов мало. Я видел, что он переживает, хочет результатов. А молятся они много, выходят на улицу, молятся там, сям, вот, постоянно. И так важно было, вот, приятно видеть. У него уже свидетельства. Это не первое его свидетельство. Много свидетельств у него. И он говорил, но все равно настолько приятно видеть, что человек не отступил, не видя. Я почему-то их сразу начал видеть. Ну, не знаю, как-то мне так больше повезло в этом отношении, когда мы начали практиковать это учение. И это бабушка, кто видел видео. Прикольно, то есть. И я просто знаю, насколько для Димы это было важно, что видеть это, как это работает. Потому что, понимаете, он в церкви Абакана. Абакан всегда считался такой церковью, ну, такой верой, каких-то чудес. Но на самом деле, то есть, не все так просто. И через годы возникает вопрос, почему так как-то много больных в церкви. То есть, они не практикуют учения так и не верят так, как мы изучаем с вами. И мы видим, что именно вот такое послание, оно работает. Оно работает не только мгновенного исцеления, Оно работает, и вот, знаете, атмосфера исцеления, атмосфера хорошего состояния в жизни начинает просто вот улучшаться и улучшаться и улучшаться. Слава Богу. Сарапины здесь? Нету сарапинных? Жалко. Вот. И если вы видели, они писали в церковь по поводу Саши. И меня это уже, честно говоря, напрягает, что Саша болеет постоянно. Температура, температура. И это вот так и будет работать. И мы посмотрим, но если они останутся верными и будут изучать и пребывать в учении, посмотрим, как изменится обстановка. Потому что я видел, как моя жизнь просто стала преобразовываться. И сегодня мои дети, они слушают послания, готовятся, делают конспекты. Но они не делали этого раньше. Но я видел, как моя жизнь и вера, то есть жизнь Божью, она действует на всю семью. То есть моя семья стала болеть в разы меньше. Мы практически не болеем. Это бывает редкость. Раньше это было, ну как, ну как-то это вообще норма в этом мире. Ну такая норма. Особенно в зимний период, да, осенний период. Где-то что-то шарфик не одел, шапочку не одел. Вот выскочил, все. То есть сегодня я выхожу всегда, ну я в таком режиме живу. У меня всегда мокрая голова, когда я выхожу из дома. То есть мне не хочется одевать шапку, ну на нее, чтобы там прическу не испортить. И раньше это всегда там мысли, а что, как заболею. Вот. Во имя Иисуса ни одна немощь. Я не злоупотребляю. Мне самому некомфортно. Я стараюсь делать быстро. Но у меня нет мысли о том, что я могу заболеть. Я не могу заболеть. То есть это не может коснуться моего тела. С чего вдруг, то есть, ну. С чего вдруг парень с Кока-Колой бегает по Кемерово, то есть в трусах в минус 30, то есть и не болеет. А я должен заболеть. С чего вдруг, то есть, ну. Если просто у кого-то сейчас в голове, что надо же мудрыми быть, надо же тоже правильно вести себя. Да, я кто спорит, то есть правильно вести. Все правильно. Но дьявол очень хитрый. То есть он обманет. И я видел много раз люди, которые так правильно себя ведут. И в спортзал они ходят. И все они пьют и соблюдают. И болеют от всех вирусов. То есть, ну. Вот. Я не хожу в спортзал. Я не говорю, что так надо жить. Я сразу имею в виду. Просто я как бы смирился с тем, что куда мне еще и спортзал, то есть, затащить. Но, в принципе, я бы хотел когда-нибудь это сделать. Но не делаю этого. И я вижу Алексей Трауков. Ну, прям, скажем, далеко от спортивной формы. Он не болеет. И его зубы, кстати, не болеют. Имейте в виду. Мы свидетельствовали на команде, на молитве говорили. Он свидетельствовал хорошо, вот особенно в Междуреченске. Он не ходит к зубным врачам. У него не болят зубы, то есть. Ну, у него была ситуация, когда кто-то вспомнил. Петр сразу вспомнил. Петр у нас, ну, все свидетельства помнит. Когда у него было, что-то воспалилось. И это пример веры, когда человек не пошел сразу к врачам. Не могу сказать, что я могу похвастаться такой верой. И все у него прошло. Все преодолел. Ир, ты свидетельствовать хотел, да? Не-не-не, давай-давай, подожди, так нельзя. Снимают же, то есть надо это. И это была ситуация. Но он кофе хлещет. Три-четыре кружки. Слово, не знаю, подойдет, нет. Но вот, и зубы не болеют. Он не ходит к врачам. У него нет разрушения зубов. Это реально работает. Не потому, что у него иммунитет. Раньше у него были проблемы с зубами до учения. Сейчас нету. То есть к тому, что как бы… Вы видите свой мозг? Ваш мозг работает следующим образом. Вирус, да? Там, ну, нога, да, палочки висят. А зубы к врачам. По-любому у вас мозг так думает. Но вряд ли мозг думает такой, что вообще, да, не будет, да, нет. Аминь. Нужно обновлять разум. Хорошо? Здравствуйте, дорогая церковь. Всех очень рада видеть. Благословенному вам воскресного дня всем. Хотела засвидетельствовать о водительстве Божьем и о том, как слово работает в нашей жизни. То, что мы говорим. О чем как раз пастор проповедовал пару раз в последних. Значит, ситуация такая. У меня, у мамы такая ситуация случилась, что она живет сейчас в своем доме, и там нужен уголь. Но это случилось буквально последний месяц. Моя сестра уехала, и заказывать его заранее было некогда. Вот. А уже у нас, извините, холода наступает, ну и так далее. Когда она пошла собирать документы для этого угля, ей сказали, вы знаете, женщина, ну, во-первых, склады пустые, пустые, угольные. И даже когда, ну, вы захотите, и подойдет ваше время, то, возможно, к декабрю как раз как бы вы получите. Когда мне мама по телефону об этом рассказала, я говорю, ты знаешь, во-первых, тебе, говорю, ты Божье дитя, тебе привезут в первую очередь уголь и самый отборный просто. Вот. Она съездила, тоже у нее было водительство Божье в том, чтобы когда именно поехать, какому подойти человеку, значит, и вот эту выписку на уголь она отдала тому водителю, кто ей, ну, должен был привезти. И он оказался таким хорошим, и все как бы, и ее терроризировали мысли, зачем я отдала эту выписку, а вдруг он ее украдет, ну, то есть использует как-то. В общем, ну, я говорю, ты ни о чем не переживай, скоро я к тебе приеду грузить уголь. Она говорит, да, ну, как бы, посмотрим. И в прошлую пятницу я уже как бы, ну, намылилась, хотела поехать, и чувствую, типа, ну, как немножко, типа, подпростыла. Думаю, мам, я отлежусь, как бы, вообще, это просто был такой намек, что это было не вовремя, не было никакой простуды, ни болезни. Значит, и на следующей неделе, во вторник, мама говорит, Ира, представляешь, все, сегодня, то есть, ну, неделя прошла, никак не до декабря. Привезли уголь маме, и самый отборный. Мы уже, то есть, я приехала, я там разгрузила, все сделала, и это очень хорошего качества уголь, хотя о нем отзывы были, ну, не очень. Поэтому важно водительство Божие, и то, что мы говорим и исповедуем, так и будет. Особенно то, что мы дети Божьи, это работает сто процентов. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова